Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше вещание. С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня нас ждет разговор с интересным гостем. Но прежде я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя, мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туман. Гололедные изморозивые отложения. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью минус 4 плюс 1. В горах местами до минус 9 градусов. Днем плюс 8-13. В горах местами плюс 1-6. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2. Ночью и утром на дорогах гололедится. 2023 год близится к своему завершению. А это значит, что различные органы, министерства и управления будут подводить свои итоги. Так, например, управление госавтоинспекции МВД по Крачаево-Черкесии готово озвучить итоги за прошедшие 10 месяцев. И сегодня у нас в гостях начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды у ГИБДД МВД по Крачаево-Черкесской республики, подполковник полиции Олег Алиевич Камов, который об этих итогах нам и расскажет. Здравствуйте, Олег Алиевич. Рады вас приветствовать сегодня у нас в гостях в студии. Как я уже сказала, ваше управление готово подводить итоги прошедших 10 месяцев 2023 года. Соответственно, хотелось бы изначально узнать, какова статистика вообще у нас по региону, по вашей работе, скажем так. Готовы ли озвучить какие-то конкретные цифры? Если да, то какие эти цифры? Доброе утро, Марина. Да, цифры мы уже озвучить можем за 10 месяцев. За 10 месяцев на территории республики у нас зарегистрировано 331 дорожно-транспортное происшествие, в которых 55 человек погибли и 471 получили ранения. Цифры очень плохие у нас, как мы понимаем, цифры большие. Однако сотрудниками госавтоинспекции принимаются меры административного воздействия и профилактические мероприятия проводятся. Кроме того, хотелось бы отметить, что у нас, если будем углубляться в статистику, то можем привести аналогию по пешеходам. У нас основную часть, 20% дорожно-транспортных происшествий, это с участием пешеходов. 55 составляет, в которых 3 человека погибли. Большой резонанс всегда вызывают ДТП с участием несовершеннолетних. Вот хотелось бы узнать, насколько часто происходит у нас ДТП с детьми? С начала года у нас зарегистрировано 31 ДТП с участием несовершеннолетних детей до 16 лет, в которых 3 ребенка у нас погибли. Если брать так, один у нас ребенок был пешеходом и двое у нас были пассажирами. Тоже такая очень страшная статистика, на самом деле. Всегда есть какие-то причины происшествий. Хотелось бы узнать, какие правонарушения в основном приводят к тому, что такие аварии у нас происходят? Основные причины у нас являются выезд на полосу, предназначенный для встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, несоблюдение скоростного режима и опрокидывание транспортного средства. Вы сказали о том, что на территории республики больше 50 происшествий с участием пешеходов произошло. Как вы считаете или, может быть, вы знаете конкретно причину, почему происходят такие ДТП именно с пешеходами? Ну, пешеходы у нас чаще всего, можно бы сказать, ровно половина у нас произошло ДТП на пешеходных переходах. Это значит у нас непредоставление преимущества пешеходу в движении. Вина усматривается за водителями, именно на пешеходных переходах. В остальном у нас пешеходы переходят не в положенном месте. Да, у нас очень часто это происходит. У нас даже есть места такие, по которым сейчас с автоинспекцией принимаются меры по устранению данных участков автодорог. Будут приниматься, устанавливаются дополнительные ограждения, дополнительные знаки. Кроме того, если по пешеходам, ровно половина у нас оставляет ДТП, это в темное время суток. Если будем брать в темное время суток, то у нас светоотражающие элементы не носят люди у нас. Но перебегают дорогу в темных куртках. Если говорить о статистике привлечения к административной ответственности, вот хотелось бы знать, по каким статьям за что конкретно чаще всего привлекают нарушителей? Ну, если будем брать статистику по привлечению к административной ответственности, то за 10 месяцев у нас вынесено более 490 тысяч административных материалов. Из них 422 тысячи это центром фото-видео фиксации вынесено за превышение скорости, которая в автоматическом режиме выносится. И также у нас комплексы работают на проезд запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу предназначен для встречного движения. В большей части у нас с начала года уже привлечено к административной ответственности 2700 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Так много? Так много, да. Вот это прям... Если говорить о профилактике, это основная, наверное, пожалуй, часть работы госавтоинспекции, вернее, большая часть работы. Какая профилактика сегодня проводится у нас в республике среди водителей? Может быть, акции какие-то или мероприятия организовываете для того, чтобы снизить вот эту аварийность на дорогах? На профилактические мероприятия на постоянной основе у нас проходят. Ну, в большей части мы акцент делаем на детей, школьных, дошкольных учебных учреждениях, где проводим мероприятия, акции с детьми. Кроме того, основным примером для каждого ребенка является его родитель. Поэтому и с родителями тоже часто проводим, как с родителями, так и на собраниях школьных проводим совещания. Собрания детям, родителям объясняем, в присутствии детей разговариваем. Чаще всего на родителей делаем акцент, потому что каждый ребенок перед выходом из школы должен уже от отца или от матери получить какие-то наставления. Год еще не закончен, соответственно, только ноябрь, впереди еще целый месяц. Есть ли какие-то запланированные мероприятия, которые будет проводить госавтоинспекция? Да, в настоящее время мы на основании, сотрудники госавтоинспекции у нас вообще работают на основании анализа аварийности. Поэтому сейчас проводим анализ, который показывает, что у нас уже увеличилось количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Это связано и с погодными условиями. В сумерки, дождь человек уже начинает хуже видеть, дистанция сокращается. Ну, как мы знаем, у нас менталитет людей чаще всего носят в темную одежду. Им как-то тяжело одевать какие-то световозвращающие элементы. Поэтому сейчас у нас будет проводиться профмероприятие «Внимание, пешеход!». Кроме того, как мы знаем, с 1 декабря у нас уже начинается зимний курортный сезон. Силы госавтоинспекции будут переброшены на федеральные автодороги в связи с увеличением транспортного потока. Будет увеличено количество нарядов в курортных городах и поселках, как Донбай, Архиз и Романтик. Все эти мероприятия мы будем продолжать до конца года, для того, чтобы удержать тенденцию с участием всех категорий участников дорожного движения. Ваш отдел занимается не только аналитической работой, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В течение вашего стажа трудового, на ваш взгляд, какие самые эффективные методы пропаганды безопасности дорожного движения для взрослого населения, для детей? Что больше всего помогает понять, что важно соблюдать определенные правила? Ну, если будем брать детей, то в школьных и дошкольных учреждениях, особенно если это дети малого возраста, им интересно, с ними даже интересно разговаривать. Они вопросы задают, при том могут такие вопросы задать, на которые даже ответа не найдешь. Ну, кроме того, если с ними в ходе беседы, можно даже выявить административное правонарушение, совершенное его родителям. А вот у меня папа, да? Да, у меня папа. Возит меня без кресла, да? Например. Если ты с ними начинаешь беседовать, они очень много чего рассказывают и много с их слов каких примеров взять. Но если брать будем категорию уже взрослых, то с ними уже профилактические мероприятия по-другому нам необходимо проводить. Особенности, примеры показывать, видео, материалы, ролики и, ну, можно бы сказать, сами результаты их поведения на дороге, именно фотографии с места ДТП. Ну, я думаю, на большую часть населения вот эти моменты больше действуют. Ну, я как-то читала статью в России, не помню сейчас в каком городе, значит, в качестве эксперимента детей, ну, старших классов водили вот на штрафстоянку, где были машины после ДТП и показывали вот как они выглядят, то есть разбитые там. И вот показалось, что это очень достаточно такой серьезный отклик находит в сердцах, скажем так, людей. Как вы считаете, такая практика могла бы быть применима у нас в республике? Ну... Или какие-то встречи, может быть, с участниками ДТП, которые, вот, я не знаю, пострадали серьезно, может быть, остались даже инвалидами? Ну, данные мероприятия мы хотели организовать, но не каждый раз получаем отказы именно от участников ДТП с тяжкими последствиями, где были. Человек как бы не хочет вспоминать и рассказывать это. Ну, есть, которые хотят, но мы сейчас будем ими заниматься для того, чтобы приводить примеры. Да, как вы говорите, примеров в России и в мире много, например, по удерживающим устройствам результат, если ты был в ремне безопасности, с отсутствием на людях после участия в ДТП, какие могут быть последствия. Кроме того, если брать, что штрафстоянка, да, у нас есть в 11-й школе профильный класс по линии госавтоинспекции. Им интересно, с ними сходили, они там засняли материалы, после этого они ролики выпускали с обращениями к водителям, ко всем участникам дорожного движения. Ролик, если честно, получился хороший. Людям понравилось, можно бы сказать. Вот когда происходят какие-то серьезные ДТП, это часто освещается в социальных сетях. И можно наблюдать, что люди, как правило, пишут очень много комментариев, сожалений и призывов о том, что давайте все-таки соблюдать правила дорожного движения. Но, как показывает практика, люди все равно в основном нарушают эти правила. Как вы считаете, что способствует вот этим нарушениям и как можно это все-таки поменять, помимо вот этой работы там пропаганды, да, нужно как-то все-таки менять какое-то сознание. Что может быть такого эффективного, что поможет поменять вот настроение жителей наших? Ну, комплекс мероприятий, если к комплексу мероприятий уже будем так относиться, разговаривать, как мы ранее говорили, родители. Родители, каждый, можно бы сказать, с детства, если начинаем, ребенок идет в школу, сначала его ведет в садик, пока ведет в садик, вводят в садик, необходимо ему показывать, как идти, как переходить проезжую часть. Второй пример уже начинаем, в школу он идет. Если в школу идет, он ему заранее, каждый день должен говорить, он маршрут знает. У нас, как мы знаем, есть маршрут «Дом-школа-дом», по этому маршруту каждый ребенок уже должен автоматически ходить. Если мы будем ребенка приучать, он уже будет автоматом переходить и знать все дорожные знаки и все, можно бы сказать, ловушки на данном участке. Дальше, если уже наступаем, то уже человек начинает в институт ходить, уже пользоваться общественным транспортом, поведение в общественном транспорте, тоже очень много о чем говорить. Ну и уже к четвертой, если будем приближаться, когда ребенок начинает садиться за роль. Тут уже отец должен ему показывать примеры, как с детства, так и уже в дальнейшем. И я не устаю говорить, что каждый родитель, отец должен, ребенок, когда выходит, приехал, ну хотя бы осмотреть его машину. Каждый водитель понимает, в каком состоянии будут покрышки и будет понимать, как его ребенок ездил. Аккуратно некуда. Аккуратно, аккуратно. Помимо этого, хотя бы каждый родитель, если будет проводить анализ штрафов, которые поступают на его транспортное средство, он будет понимать, как он ездит. У нас очень много водителей, которые, можно бы сказать, с огромным стажем, но не имеют никаких штрафов. К этому надо стремиться. Но достаточно часто в социальных сетях тоже пишут такие комментарии, что вот если бы права не продавали, таких вот, такого количества ДТП не случалось. Ведется ли вашим управлением какая-то вот такая антикоррупционная работа и бывает ли такое, выявляете ли случай того, что вот права пытаются купить и кто-то их там все-таки продает? Да, госавтоинспекции, как и в целом министерством внутренних дел проводится комплекс мероприятий, мониторинг социальных сетей, как мы видим в ВКонтакте. У нас имеются социальные сети, странички, где за определенную сумму можно приобрести водительское удостоверение. Но данные водительские удостоверения с учетом нынешних тенденций и технологий, техник, которые имеются на балансе госавтоинспекции, при первом же, можно бы сказать, встрече с сотрудником ГИБДД, ВКонтакте, внеся его сведения в планшет, выходят фотографии абсолютно других людей. Есть примеры, в Карачаево-Черкесии были задержаны такие водители. Он предъявил одно водительское удостоверение с одной фотографией, его начинают пробивать, а выходит совершенно другая личность. Кроме того, у нас в госавтоинспекции есть подразделение контрольно-профилактической работы, которые, согласно своего графика, посещают РЭО, регистрационное отделение, где принимают активное участие как при сдаче водительских на водительские удостоверения, так и при пересдаче лиц, лишенных водительских удостоверений по грубым нарушениям правил дорожного движения. Вот зачастую тоже бывает, опять-таки, обращаясь к социальным сетям, без них никуда. Официальная информация, которую даже публикуют после ДТП часто, пишут о том, что водитель, который стал виновником ДТП, неоднократно привлекался к штрафам за превышение скорости. И 100 раз бывает, и 200 раз, и еще что-то. Есть ли какая-то работа, которая, может быть, ведется в госавтоинспекции, может быть, по внедрению какого-то закона, по предложению, что если человек в течение года, допустим, 50 раз привлекался за нарушение скоростного режима, значит, есть повод вообще задуматься, а стоит ли ему вообще разрешать ездить, может быть, изымать как-то права. Ну, я не знаю, я сейчас как обыватель, конечно, предлагаю, но тем не менее. Вдруг все-таки есть какая-то группа, которая разрабатывает такие законы и предлагает там в Государственную Думу. Ну, как вы именно сказали, категория 50 административных правонарушений на одного водителя, она у нас имеется, мы эту категорию называем злостными правонарушителями. По ним работа ведется абсолютно вообще другая, они занесены в систему паутина, мы их отслеживаем передвижение. Ну, можно бы сказать, я даже вам приведу, в 2022 году у нас таких на территории республики было 135 человек, 135 транспортных средств именно владельцев. В настоящее время их осталось где-то порядка 50, потому что все остальные задержаны, переданы службам федеральным судебным приставам, в отношении которых уже принимаются меры приставы своего воздействия. Чаще всего они транспортные средства в счет погашения задолженностей. Еще одна такая, наверное, боль нашей республиканской столицы, опять-таки, это парковочные места и частая парковка людей на проезжей части. Вот это, наверное, очень больная тема для всех водителей, когда три полосы для движения, но одна из них занята просто припаркованными средствами. Вообще, планируется ли какая-то работа по расширению, может быть, парковочных мест, и какая работа ведется с нарушителями, которые просто в нагло оставляют свои машины на проезжей части, особенно в час пик. Вот это вообще такая проблема, наверное, явная в нашей столице. Что делается в госавтоинспекции, чтобы предотвращать такие моменты? Ну, по увеличению парковочных мест, если разбираться, то это уже прерогатива мэрии города Черкесии, собственников автодорог. А со стороны госавтоинспекции привлекаются водители к административной ответственности, как и за расположение транспортного средства на проезжей части с нарушением правил дорожного движения, также и парковка под запрещающими знаками. Например, у нас сейчас паркон уже действует на территории республики, точнее города Черкеска. У нас самые больные темы, вот как мы сейчас можем сказать, это улица Кавказская, Магазинная, Лара. Там дорожные знаки установлены, кроме этого у нас улица Гражданская есть. Район Республиканской больницы. Там тоже, согласно карточке маршрута, автомашина передвигается в автоматическом режиме и выносится. То есть можно попасть на штраф, грубо говоря, да? Попадают люди штраф ежедневно, можно бы сказать, даже от 30 до 50 водителей попадают. И такой еще момент. Вот смотрите, если человек стал свидетелем, скажем так, нарушения правил дорожного движения, может ли он обратиться в госавтоинспекцию и как это делается? То есть должно ли быть видеодоказательство, скажем, либо просто звонок гражданина сказать, что вот кто-то там проехал на красный свет или что-то там произошло, вот сейчас автомобиль с такими-то номерами нарушил. Можно ли так вообще и есть ли такая практика? Практика-то есть. Ежедневно звонят, поступают звонки. Кроме того, поступают на официальный сайт и на телеграм-канал к нам. Фото-видео материалы для принятия мер административного воздействия на нарушитель правил дорожного движения. Как вы говорите, так же и поступают звонки о том, что там-то, там-то водитель нарушил. Однако, чаще всего при выезде доказать не представляется возможным в связи с отсутствием подтверждающих материалов. А так, ко всем остальным, да, водителям у нас очень часто поступают материалы проездно-запрещающие сигнал светофора, выездно-полосу встречного движения или, так же, как вы и говорите, парговочные места. Что ж, Олег Ильич, в завершении нашего эфира хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов нашим телезрителям обращения как к водителям, так и к пешеходам. Ну, ко всем категориям участников дорожного движения хотелось бы обратиться и пожелать с наступлением зимних сезона всем переобуться необходимо. Вовремя, да? Вовремя, да, потому что погода меняется каждый день, как мы видим. И у нас, при том, еще горная местность имеется, если в курорт куда-то выйдет, начинается уже гололедница и дожди. И в связи с этим просим соблюдать правила дорожного движения неукоснительно и, в основном, скоростной режим. Что ж, Олег Ильич, спасибо вам большое за интересную такую беседу, за полезную информацию. Я желаю вам успехов в вашей работе и пусть наши дороги будут самые безопасные и никогда у нас не происходит каких-то серьезных происшествий. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я тоже прощаюсь. Желаю вам успехов, удачи и, главное, хороших выходных.